Я покажу оригинальный способ добычи червей электрическим током. Для этого нам понадобится удлинитель, вилка с проводом и металлический штырь. Втыкаем штырь в землю, желательно поглубже. Включаем вилку с проводом от старого электроприбора в удлинитель. Пробуем сначала одним концом докасаться, потом другим. Тот, который искрит, тем надо как бы тереть по железному штырю. Вот, может заснять, червей уже поперли. Электричество проходит через землю, а червям это не нравится. И в радиусе полуметра они вылазят на поверхность. На рыбалке Денету сети можно использовать бесперебойник или инвертор запятового от аккумулятора. Сейчас мы попробуем подать напряжение. Вот видно искру хорошо. Снимай. Вот. Чтобы оценить эффективность, я в течение пары минут копал червей классическим методом. А затем сравнил с тем, что в течение тоже пары минут добыл электричеством. Накопанные были маленькими, либо порванными. А вот добытых электричеством было больше. По размеру и по количеству. Черви остаются вполне жизнеспособными. Рыба на них клюет ничуть не хуже, чем накопанных. В земле они тоже не дохнут. Поэтому на одном и том же месте можно их добывать вновь и вновь. Я слышу, как они ползут. Спасибо. Слушайте. И еще запомни. Напряжение должно быть 220 вольт. Если подать меньше, а 12 вольт ничего не получится. А вот если больше, то могут повылазить шахтеры. Ну что же. Успешной рыбалки и хорошего клева. И будь осторожен с электричеством. Понравилась идея? Поделись роликом с друзьями. А также смотрите другие мои видео. Субтитры подогнал Игорь Негода.